Это южный Урал в начале ноября. Погода может поменяться в течение часа. Снегом покрыты даже стволы деревьев. Во время метели местность становится неузнаваемой. Но здесь много туристов, в том числе из Тюмени. Происшествия случаются каждый год. Как правило, с людьми без специальных навыков. Потому что если вы будете на одной стороне крутить, она будет пытаться вернуться в одну сторону, и она вот так вот выгнется. Это обучение новичков. Раньше в Центре туризма и краеведения программа работала только для инструкторов. Теперь модуль по поисковым работам и выживанию в природной среде открыт для всех. И это кадры первого выезда. Как организовать поиски пострадавшего. Дальше оказание первой медицинской помощи пострадавшему. То есть потерявшийся, с ним может что-то произойти. Вот просто на руках ты его долго не унесешь. Нужно делать носилки. Также мы учим наводить переправы, допустим, через овраг, ущелье, речку горную и так далее. Горы – это всегда опасно, даже для профессионалов. Особенно зимой. Это снимки из прошлогоднего похода на Полярный Урал группы лыжников. Максим Галеев из Нягани был в той группе. Маршрут предполагал и преодоление естественных препятствий. В какой-то момент при прохождении перевала снежный карниз отломился, и Максим начал падать по склону. За ним пошла лавина. Из снега он выбрался, но нога была сломана, а палатка оказалась под большой толщей снега. До ближайшего населенного пункта было больше 60 километров. Началась метель. Не знаю, насколько он там в метрах в секунду, но когда порывами ложат всю группу на землю, не знаю, 20 метров в секунду. Мы оказались в ситуации, что у нас нету самой палатки, и в полярной зоне снег очень твердый в горах. То есть нет возможности выкопать пещеру. Туристы построили иглу. Там в ожидании помощи они жили трое суток. На четвертый день приехал вездеход. Максим может ходить, хоть и перенес операцию. Остался жив, потому что в поход пошли профессионалы, которые обладали специальными знаниями и опытом, которые спасли жизнь. В Тюмени хотят дать их всем желающим. Интерес у жителей города есть. Тем более по всех трагедиях, которые сейчас происходят, люди хотят знать, что они могут в самых сложных условиях, в горах или в лесу. И мы придумали ряд модулей. Один из них – это как раз поисково-списательная работа в таких сложных условиях. Потом ряд модулей – это по горной подготовке. Программу адаптировали для людей малоопытных. Курс может длиться от одного до нескольких дней. Осенний выезд уже был. Сейчас в Центре туризма и краеведений готовят новый. Он будет с ночевкой в палатке уже на заснеженной местности. Как только наберется группа. Алексей Козлов и Андрей Харькин. Тюменская служба новостей.